Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о сухофруктах. Когда сад изобилует урожая, всегда теряешься, что же сделать. Можно закатать компоты, но многие считают, что это просто катаем воду. Можно сварить варенье, но кто-то против большого количества сахара. Его, как известно, без сахара трудно сварить, разве только пятиминутку. Поэтому многие останавливают свой выбор на сухофруктах. Ну и здесь, как оказалось, есть множество всяческих нюансов и вариантов. Не просто взял, порезал и засушил, а если немножечко поколдовать и подумать, то можно получить, как мне кажется, совершенно некий особый продукт, но тем не менее сухофрукт. Сегодня со своими дарами у нас в гостях Владимир Анатольевич Крылович, садовод с более чем 30-летним стажем. Уж он-то точно знает, что, как и из чего можно приготовить, чтобы это сохранилось не только на зиму, но и до весны. Владимир Анатольевич, добрый день. Добрый день. Спасибо большое. Итак, что мы сегодня будем пробовать и о чем будем говорить нашим зрителям? Я думаю, мы с вами попробуем тут все, что у нас есть в саду. Потому что, видите, одно дело вырастить урожай, а другое дело этот урожай как бы выставить на стол в различных видах. Поэтому у меня даже бывает иногда появляется желание посадить еще ряд сада, вот деревья там, но с другой стороны я задаю вопрос, а что я с этим урожаем буду делать? Поэтому в этом году, вот видите, урожай яблок очень был большой, но с другой стороны практически мне ни одно яблоко не пропало. Все ушло в дело. Да, как люди вот ведрами там выносят на мусорку. Да, надо уметь и переработать, и носок, и сделать сухофрукты, и не забывать, что у вас хорошие есть друзья, соседи, если у них нету такого урожая, да, поделиться. Поэтому, ну и сохранить на зиму весь урожай. Поэтому, вот видите, я уже не один год как бы стараюсь сохранить урожай в разных видах. Вот сухофрукты. Да, ну вот давайте начнем с яблока. Как бы стандартно это, наверное, вот как бы порезал дольками и высушил, да? Ну, яблоки можно резать дольками. Можно кружочками. Да, то есть смотря в какой сушилке вы будете сушить. Если вот такими вот кружочками резать, то надо обязательно потолще резать, чтобы она была такая, знаете, когда высохнет уже, не чипс высушенный, а чтобы потом мягче. Да, помягче было. И все это зависит от того, как вы будете сушить, где вы будете сушить. Люди там пристраиваются где-то и на печке сушат, и сейчас большой выбор сушилок в магазинах. Но опять же, везде есть какое-то но. Например, я долгие годы сушил яблоки у себя в квартире в батарее. У меня батарея с такими жалюзьями. Я туда закладывал щетку, чтобы яблоки не на щетках металлических, ржавых лежали. И резал специальным резаком, чтобы они были такие треугольные, треугольной формы. И засыпал батарею. За два дня у меня высыхали эти груши. Вот несколько мишков стояло на целый сезон. В то же время у вас в квартире такой аромат яблок. Долго не выветривался. Сегодня, я знаю, вы делаете совсем другие яблоки. Вот это ж яблоко? Ну, это как бы... Основа-то яблочная. Основа яблока. У меня есть хорошая сушилка. Вот. И в этой сушилке можно сушить... Вот я сушу груши. Это сорт забава. Сушу сливы. Но, опять же, определенных сортов и при определенных условиях. То есть, обычно летом у меня много летних сортов, которые быстро созревают и не знаешь, куда их девать. Поэтому, практически каждый день я закладываю сушилку и сушу груши, чтобы получились хорошие груши, вот такие вот мармеладного вкуса. Красивые, да. Да. Я их снимаю немножко недозревшими. Нарезаю. Нарезаю очень таким толстым слоем. Не так вот пластинками тоненькими, а чтобы они были, ну, где-то сантиметра полтора. То есть, когда я... И они все-таки высыхают? Да. Когда я ложу на решетку, на поддон, вот, они практически должны, да, упираться в верхний поддон. Тогда они высохнут и будут такие мясистые и толстенькие. И сколько же они сохнут? Ну, в зависимости от того, при какой температуре, какой сушилкой, я где-то сушу за 17 часов. Поэтому это надо учитывать. Дальше. Сливы. Сливы вот у меня тоже не все сорта. Если вот люди говорят, ой, у меня черная слива на самом деле, просто синяя сливы. А для того, чтобы вот подобрать сливы, которые бы, видите, вот практически какая она слива была в сыром виде, так она высохла. И не усохлась. И не стала таким чипсом. Ну, я обычно, я вижу, вы порезали, а я обычно сушу половинками. Видите, я их не резал. Это та же самая половинка. Просто, когда я эту половинку приготовлю для сушки, я кожицу срезаю. А, вон она. Срезаю кожицу. И тогда два среза. И через эти два среза влага быстрее уходит. Уже, видите, у нас будет не 24 часа, а 15 часов сушки. Вот видите, а я как-то так на две части. Вот это тоже надо учитывать. В этом сезоне у нас был довольно-таки обильный урожай клубники. Мы там ее и покушали, и угостили. Обычно замораживает, мне кажется, сегодня уже клубнику. Клубнику вот хорошо замораживать, мы тоже это делаем. Но остатки были, вот куда девать. Я придумал вот такие чипсики. Как это делается? Значит, моется клубника, перетирается через мясорубку или через соковыжималку пропускается, чтобы ее перетереть. То есть, делать пюре нам надо? Пюре сделали. Потом, это пюре все-таки грубоватое. Дальше вот это пюре мы взбиваем миксером, чтобы она уже была такая однородная масса. И у меня в сушилке, кроме поддона, на каждый поддон еще, каждый поддон укомплектован тарелками и пластмассовыми. Вот примерно вот такая же пластмассовая тарелка. То есть, такая силиконовая форма. Да. Такая же вот тарелочка. И ее по краям заливаю взбитой клубникой. А вот еще чуть-чуть, вы сахар добавляли в эту взбитую клубнику или ничего? Вот просто ягода взбила? Значит, можно добавлять, можно не добавлять. Но лучше не надо, правда? Да. То есть, я уже для внуков делал без сахара. Вот. И получается очень вкусный продукт. Вот можете даже попробовать. Ой, я знаю, что он вкусный. Тем более, посмотрите, как он высох. То есть, буквально осталось тут 2-3 миллиметра. Я даже многим даю пробовать. Не сразу я определяю, что это за такое чудо. Дальше. Я думаю, что аналогично можно, наверное, сделать и малину. Хотя вот некоторые высушивают ягодки. Честно сказавшую, они получаются кислыми. Ну, как-то вот не особо. Мне кажется, много и возникло. Ну, чтобы высушить целую ягоду. Малина, она вкусная тоже. Зимой. Зимой вообще все хорошо. Ну, хочется же как-то повкуснее. Ну, если вот говорить о переработке, вот как я делаю, я пока освоил вот две такие вот культуры. Это клубника. И то, видите, вот когда она усыхается, вот, ее становится меньше, а семечки остаются. Да. И когда вы едите, все-таки вот этот продукт может себя выдать вот этими семечками клубники. Здесь уже не семечки, а косточки будут. Да, да, да. И поэтому, если вот такие чипсы делать из малины, надо ее как-то пропускать через пресс, наверное, через грубы. Вот. Или перетирать ее на дуршлеге, чтобы косточки эти оставались. А мякоть… Ну, у них салициловая кислота – это, в общем-то, лекарство природное. Да, да. Но когда они высохнут, когда они высохнут, у вас практически эта мякоть будет… Жесткая. Мякоть будет, ее малая будет, вот, этой мякоть и самой вот массы. А будут косточки у вас только на зубах. Поэтому лучше ее вот сушить так, как вы делали. Я уже опробовал также технологию изготовления вот чипсов из яблок. Яблок в этом году было много. Видите, опять же, не ленись и только вот делай. То есть, каким образом это делается? Эти вот чипсики нарезаны из вот такого блина, который по форме моей вот сушилки, тарелки для сушки. Ну, начинали с чего вы? У нас есть яблоки. Значит, есть яблоки. Вы делаете из них протертые яблоки с сахаром, как вы покупаете в магазине. Ну, мы же их не варим. Мы их просто свежие перетираем. То есть, я опять же… Опять делаем пюре, яблочное пюре. Дальше чистим от кожицы, вырезаем сердцевинку. Сколько труда очистить от кожицы. Зато вот сейчас попробую, знаете. Ну, вот стоит того, чтобы оценить вот этот труд. Почистили, перетерли и опять же блендером взбиваете до такой вот массы, чтобы было без грануляции. Даже яблоки, вот те, которые бывают… Я в прошлом году яблок было мало и уже остатки перезревших яблок я запустил работы. Я не смог их хорошо взбить блендером, потому что, ну, они не взбиваются. А вот твердые яблоки… Правильно, в них сока больше. Да, вот твердые яблоки, они хорошо блендером взбиваются и мякоть такая становится однородная. Я заливаю в эти тарелки для сушилки. Кстати, я сделаю маленький, так сказать, комментарий для наших зрителей. Дело в том, что эти силиконовые поддоны для электросушилок, как я узнала, их уже производят и у нас в Беларуси. Так что, поинтересовавшись в хозяйственных магазинах, вы найдете под свой размер. То есть, это уже не импортное изобретение, оно есть у нас. И, кстати, очень хорошая, ну, как палочка-выручалочка. Поэтому вот это кладезь клетчатки, которые и взрослым полезны, особенно детям. Ну, и в любом случае, это как бы тоже яблоко, но в другом виде, соответственно, оно уже воспринимается по-другому. А вот как вы думаете, какие культуры, в принципе, наверное, все культуры можно так измельчить, взбить и высушить? Ну, я думаю, да. Наверное, сливовая будет очень вкусная. Вот я не пробовал, надо попробовать в следующем году. Потому что, ну, джем из сливы, он же, в принципе, делается, варится. Так же самое его можно в сушилку и таким образом сделать. Вот хорошую идею подбросили. Ну, вот, кстати, от себя на сегодняшнюю передачу я принесла клюкву. Вот если сравнить эти и эти ягоды, то видна как бы разница в разы. Оказывается, из клюквы кто-то сегодня уже выращивает. Это культурная, так называемая, клюква-американка. Она уже есть в садах у многих. Есть она и в продаже, если кто хочет, потому что тоже сохранить ее. Купить-то можно, можно заморозить. А можно сделать изюм. Вот смотрите, вот, правда, придется повозиться. Каждую ягодку перерезать. Можно я попробовать? Конечно, каждую ягодку перерезать пополам. Опустить в сахарный сироп, где на литр воды где-то грамм 500-600 сахара. Именно в горячий сироп, но не варить, потому что ягода разлезется. Потом мы ее достаем и, опять же, закладываем в сушку или в духовку, как кому удобнее. И поверьте, вот как вам клюква? Ну, вы знаете, очень вкусный продукт. И у меня в морозилке уже два года лежит целый пакет мороженой клюквы. Если бы я ее вот так вот посушил, уже давно ее не было. Поэтому, как бы, к любой культуре, к любому плоду всегда можно найти свой гастрономический кулинарный подход. Я думаю, что воспользовавшись сегодня советами Владимира Анатольевича, какими-то своими идеями, появившиеся во время передачи, вы многое сможете сделать. Поэтому я желаю вам всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!